Вот такое иногда случается. Люди приезжают и всяческим образом делают нехорошие дела. И по телевизору тоже такое случается. Представляете, девушка приехала в Магнитогорск. Откуда она, девушка, приехала? Она приехала из Стерляна. Из Стерляна, в Магнитогорск. Расстояние не маленькое, 100 километров, если не больше. После этого она получила доблестное образование. Где? В Белорецке. А потом она приехала в Магнитогорск. И решила свои денежки заработать. Ну, заработала, заработала денежки. Решила эти денежки приумножить. Почему нет? Я бы так же это сделал. Если я приехал в другой город, я бы себе нашел кредитно-потребительский кооператив. Такой, как Гранд Капитал Кредит. И отдал бы ему деньги. Да, она отдала деньги. Но потом возникла дивная проблема. Дело в чем заключается? Ну, когда вы работаете в кредитно-потребительском кооперативе, вы, естественно, вы даете кредит. И не всегда, не всегда, естественно, люди вам возвращают ваши деньги. В отличие от банка, банк, у него и пакет документов больше, понимаете? И людей, у которых кредиты взяли, естественно, больше. Ну, и в крайнем случае банк может просто лопнуть. А кредитно-потребительский кооператив не лопается, во-первых. Во-вторых, он говорит, ребят, ну подождите, подождите, и отдадим. Так вот, эта девушка взяла, пригласила к телевидению. И телевидение им напело, естественно, что у кредитно-потребительского кооператива, Гранд Капитал Кредит, и сама правда-то в чем заключается. Сколько лет он работает? Ну, пять лет, это хорошая тема. Да, конечно, нас тоже швыряют, по сути. И вот, если бы меня не швырял никто, а такое случается, ну, где-то на 200-400 тысяч мы вылетаем. Да, бывает. И вот, кстати, если бы за 20 лет мне этого хватило, то хватило бы, в принципе, на трешечку с замкадом, естественно, в Москве, естественно. Нормальная цена, да? Вот. И этот год тоже был. Потому что, ну, в этом году я помог одному человеку, сделал для него рекламные ролики, и, естественно, показал все это дело по телевидению. Он меня кинул, представляете, он мне швырнул. Вот. На сумму приличную, кстати. Мне бы эту сумму вполне хватило, чтобы я в Китай съездил. Ну, вы понимаете, кого я швырнул. Если вы не понимаете, зайдите, пожалуйста, на YouTube, там все посмотрите, и поймете, кто это сделал. Ну, да ладно. Сегодня мы все-таки вернемся сюда. Мы зайдем в Гранд Капитал Кредит. Вот такая возникает ситуация, да? Банков очень много. Банки начинают лопаться. Это нормальное явление, да? Потому что я бы хотел, чтобы банков было немного. ВТБ, Сбербанк, ну, и там еще несколько. Я прихожу, думаю, зачем я им когда-то денежки платил? Какой смысл был? Они же исчезли. Ну, да ладно, не в том что дело. Сколько вы работаете вообще? Мы работаем более пяти лет. Более пяти лет работает одна нормальная контора, кредитный потребительский кооператив Гранд Капитал Кредит, правильно? Да. Вы работаете не только в Магнитогорске? Мы работаем по всей Челябинской области, также Свердловской области и город Нефтегорск, также у нас филиал находится. И возникает маленький вопрос, да, естественный вариант. То есть вы, когда вы даете кредит, там тоже возникает иногда проблемка, но тем не менее вы с ними справляетесь. Да, мы сейчас работаем над этим, то есть, ну, стараемся, чтобы поскорее все это уладилось, эта вся ситуация. Мы как работали, так и работаем, никуда не собираемся, никуда не закрываться и ничего. Ну, и немножечко терпения нашим вкладчикам. И немножечко терпения. Ну, вкладчики должны же тоже понять, да, что если вы не будете терпеть, то ваши денежки принесут прибыль, но сома будет меньше, в два, может быть, в три раза. Если вы хотите чуть дольше потерпеть, ну, можно же подождаться, правильно? Что ж такого сложного-то? Это же ваши денежки, правильно? Да, совершенно верно. Тем более, когда мы говорим, что сейчас цены падают на все и на недвижимость в том числе. Да. Ну да, тем, конечно, другая. То есть вы куда можете отнести свои деньги? Насчет банков. Помнится, знаете, сколько банков-то было, да? И каждый год, естественно, Центробанк убирает, ну, примерно, там, 20, может быть, 30 банков. Представляете, да? Был банк и не было банка. Был кредит Европа-банк и не стал кредит Европа-банка там, где я его снимал. А снимал я в 2014 году, зимой дело было. Вот. И различные банки также исчезают. Исчезают, исчезают, исчезают. То есть, возможно, вы им дадите, но, возможно, этот банк исчезнет. Если вы дадите другим банкам, ну, их всего три штуки, я так понимаю, то они, походу, не исчезнут, да? Но остальные-то надо думать. Либо вы выбираете нормальный кредитно-потребительский коэффератив, такой, как Гранд Капитал Кредит, который располагается здесь, на улице Жукова, 23. Отдаёте свои деньги и в итоге получаете сумму чуть большую, ну, скажем так, в три раза больше, чем в любом банке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...